Расскажу вот такую историю. Поехал как-то копать на новое разведанное место. Но по независимым от меня обстоятельствам не получилось покопать там. Постоял, подумал либо домой поворачивать, либо завернуть на старое, проверенное, да изрядно подвыбитое. В итоге, само собой, второй вариант выбрал. Приехал, походил немного, нашел кое-ничего интересного. И про себя думаю, неплохо бы найти ложку КВ-шную. Приспичило мне ложкой КВ-шную кашу кушать. Кому-то нравится ложка вилкой, а мне как-то приятнее нашей отечественной обычной ложкой. И неспроста я это подумал, потому как известно мысли в лесу материализуются. И уже порядочно барахла так попалась. И ложка тоже на прошлой неделе попалась в менте ментовом. Да поизрубал ее лопатой, потому как в корнях была. Ну, походил значит еще немного. Один только мусор. И уже забыв про ложку, думаю дай прогуляюсь до одного места. На предмет солдат поиска. Осталась такая у меня узенькая полосочка леса, которую я на этот предмет не проверил. Ввиду того, что летом там бурьян дикий. А осень тогда поздняя была. Хорошо. Травы нет. Все ямы хорошо читаются. И вот иду уже по этой самой полосочке. Вижу воронка. Немного кто-то так поковырял ее. Смотрю и какая-то алюминиевая хрень валяется. Выкопанная. И хрень то больно культурная. Сами по себе такие хрени в лесу не валяются. Да и чутье подсказывает, что не пустая яма. Дай, думаю, копну легонечко. Посмотрю, что в ней. И вот пару взмахов лопатой и глядь ложка. И вспомнил, что совсем буквально недавно заказывал как раз такую. Да что-то не дается. На виду только ручка от нее была. Рукой ее пошатал. Понял, что в чем-то кожаном. Убедился, что это что-то кожаное с кем-то. Да и на следующий раз оставил. Потому как темнело и смысла продолжать не было. До конца дня все равно не успею. До следующих выходных оставил. И вот тянется неделя. И как-то сами собой мысли в голову лезут, что непростой в этот раз солдат должен быть. Обязательно с медальоном. Должен сказать, с медальоном встречаются мне крайне редко. Проще сказать вообще не встречаются. В общем редкость редкостная. И вот выходные собственно. В лес естественно в этот раз уже с подмогой. И вот начали раскапывать понемногу ту самую воронку. Подмога правда копает как экскаватор. Поэтому когда непосредственно верхний слой земли из воронки был выбран, подмога была прогнана другими вещами заниматься. И тут я уже приступил в силу своих археологических навыков. И вот расчищаю я понемногу то, что от солдата осталось. Осталось немного. Близкий разрыв. То ли двести десятая порося, то ли фааб. Он мало что оставляет от человека. Да и грунт сказывается. Но все-таки в районе бручной ремня он медальон показывается. Тут же, как это редко, но все-таки иногда бывает, начались радости с ритуальными плясками. Должен сказать, ничего не вскрывали. В грунт, точнее в комок земли из раскопа и в пакет его. Солдата за день добрали. Чайку с костерка попили и домой. На следующий день отдал медальон на прочтение. Шанс был, потому как единственное, что сохраняется в нашем грунте, так это бумага. Инструкции там всякие прочесть можно, упаковки картонные и так далее. Ну и повезло, значит. Бланк был очень хороший и, самое главное, заполненный. Когда феосолдата сообщили, посмотрел в ОБД. Есть такой. Потом решил попросту в гугле глянуть. Нашел. Упоминание о семье. Оказалось, как свойственно для того времени, была многодетной. В том числе и про братьев его. По памяти двое из троих погибли. В том числе и на одного выжившего информация есть. Но отчего-то не придал ей значения, подумал, что хватит совпадений. Может это и какая-то другая семья. А как оказалось, напрасно. Потому как впоследствии, благодаря поиску других людей, удалось встретиться непосредственно с его потомками. Вот такая история. На всякий случай, ложку себе не оставил. Родственникам была передана с другими, немногочисленными личными вещами этого солдата. Редактор субтитров А.Семкин